Hyundai Kona. У нас она полностью электрик. Мы хотели, вернее, я хотела взять гибрид, потому что непонятно сейчас, как заправлять машину. Когда впервые берешь электрокар, непонятно же, что и как. Машина сама стоит 47 тысяч долларов новая, но у нас в долгосрочной аренде машина. И стоит она от 200 до 250 долларов. Зарядки бесплатные есть по городу. В нашем городе, а он, если что, один из самых бедных городов здесь, у нас их тоже несколько штук. И есть быстрые зарядки, а есть зарядки, которые медленные. Мы вчера заправляли на медленной зарядке, которая публичная. Она находится в 12 минутах от нашего дома. И заряжалась она 4 часа. Это половина заряда. То есть часов 7 нужно, 8 в машине. Можно привезти машину, бросить. Включить кабель, как на зарядку. Но это level 1, там же level 1. В чем разница? Первый – это розетки 110 вольт. Это 60 часов будет заряжать. Второй – 7-8 часов. Это вот где вчера мы стояли. А третий – быстрая зарядка. Можно еще просто домой приехать, кинуть кабель и все. Но мы живем в комплексе жилом. И мы не можем домой проценить, потому что мы живем на седьмом этаже. Из машины идет кабель, который включается в обычную розетку. То есть мы можем приехать в гости. И те, у кого частный дом, могут зарядить нам машину. А сколько total зарядка машины по деньгам, если мы будем платить? 64 киловатта. У нас, например, домашний рейд около 10 центов. Получается 6,40. И хватает это на чуть меньше, чем 500 километров. Так как ты будешь тысячами. А так 260 заявленный у нее. Но у машины есть режим, что когда ты едешь, если не нажимаешь на газ, она сама тормозит. И таким образом она еще себя подзаряжает немножко. Есть дотации для тех, кто переходит на электромобили, потому что это эко-френдли. Именно в нашем штате, в Массачусетсе, дают 2,5 тысячи долларов. Расскажи. Есть именно на налогах поблажка, которая где-то 2,5 тысячи, по-моему. А есть еще отдельная ребейт. Это программа, по которой даже тем, кто не покупает автомобиль, потому что на покупку есть федеральная программа на 7,5 тысячи и от штата программа на 2,5. То есть 10 тысяч тебе вернут. А есть отдельная, даже если ты взял машину как бы в долгосрочную аренду в Литинге, 2,5 тысячи тебе дают ребейт. Просто потому что ты любишь природу. А мы любим природу, а еще больше мы любим экономить. Поэтому если можно сэкономить и не платить за бензин, скажем, а заправляться бесплатно, ну да, нужно будет пройти там куда-то. Это занимает минимум час, но зато ты ничего не платишь. В течение года можно сэкономить прям дофига бабла. В ней очень небольшой багажник. Если в Сонату у нас вмещалось вообще все, полдома можно было туда вместить в багажник, то здесь в багажник влезает только коляска для ребенка, ну и кабель для того, чтобы зарядить машину. Ну и в нашем случае еще пакеты, потому что мы пользуемся своими пакетами, когда ходим в магазине. Больше туда ничего не влезет. Ну и сзади места не так много. Если впереди вас сидит метр девяносто длинна ножка, то сзади вот метр пятьдесят шесть коротконожка влезает вот так. Вот я типа все. Ну а если я веду машину, то сзади вместится хоть кто. Еще из плюсов тачки, о которых я не знала. Есть сенсоры, которые, во-первых, адаптивный круиз-контроль, чтобы он держал скорость и дистанцию между тобой и машиной впереди, плюс еще отдельные сенсоры, которые могут увидеть даже пешехода и резко затормозить. А еще она делает прикольный звук, потому что у меня нет мотора и она тихо. Она делает всякие интересные звуки, когда включаешь машину и начинаешь ехать, она делает так. Ну это специально, чтобы не сбить. Чтобы люди слышали машину. Но у нас сосед брал машину покататься по кругу вокруг дома и я не слышала вообще. Они ехали за мной, я шла с коляской, я не слышала, как машина едет. Хотя обычно ты понимаешь, что сзади тебя машина, а тут нет. В общем, советую, покупайте все электрокары, экономьте. Уже поздно. Когда он? Ну смотри, зато когда меняешь драйв модули, он меняет и полностью как это все выглядит. Это спорт мод, эконом и обычный. А еще и супер эконом. Это мы. Не, супер эконом он лимитирует на 60 милях и выключает кондюк и все остальное. Это когда совсем уже не осталось батарейки. Обогрев, поддув сидений, обогрев руля. А что за автохолд? Это чтобы он тебя держал. Кого? Не скатывался. Ну видишь, я педаль не держу и мы не катимся вперед. А что за паркингов или что это? Это паркинг-сенсоры. Вот люди этих, чтобы не бика, не пищали. А это казино. Что, зачем машина? Вон казино. Вот смотрите, вперед. Казино, казино. Окей. И дальше снова тачка. А он сейчас еще показывает? Ну, смотри, а мы сейчас разгонимся и потом отпустим педаль. Он покажет. Смотри. И вот начинается риджен. 0,4, 0,5, 0,10 мили подсосаться. Вот мы едем, едем, едем в далекие края. Насколько она вместительна. Помещается. Человек. Раз. Человек. Два. Ну и... Я.